Продолжаем наши видео отчеты с осенней рыбалки на Припяти Ну что, вот у нас промежуточный результат Все рыбы поймал у нас Дмитрий, молодец! И еще одну отпустили Одну маленькую отпустили рыбку, потому что она еще не доросла до размеров вылова Ну что, давайте взвесим Давайте Попробуем посмотреть, что у нас получается Еще ж рыбалка не закончена Но мы сейчас еще куда-то поедем, правильно? Да, поедем рыбачить в другую место Без проводника на Припяти сменить точку, да и вовсе найти уловистое место не так просто Моторная лодка и эхолот, конечно, атрибуты первой необходимости Важно очень наличие навигатора Первый день отмечаешь, проезжаешь перспективные точки Последующие дни, то есть облавливаешь их Как и на любом водоеме, хищник на Припяти с большей охотой откликается на приманки в определенные периоды Ну, самый лучший клюет весной и осенью Скажем так, в межсезонье Осенью щука активно питается, готовясь к зиме Весной обилие пищи необходимо для успешного нереста Кстати, в этот период действует запрет на ловлю этой хищницы А после запрета ограничение на вылов всех видов рыб Ну, а летом тогда, когда лучше ловить? Утром и вечером А сейчас в осень можно ловить? Весь день, да Она может клевать как и с утра, так и в обед, так и вечером Не улыбаешь никогда Наши рыболовы так увлеклись покорением белорусской амазонки, что и думать забыли о возвращении на базу Даже не поехали обедать Ну что ж, голодные, зато счастливые Мы старик обловили, то есть сразу клевало Ну, сейчас перестало То есть, я думаю, имеет смысл поменять место ловли Отправимся в другой старик Рыбалка на Припяти, особенно в солнечную погоду, настоящее наслаждение А если, как в нашем случае, есть удобная лодка с мощным мотором То за несколько часов можно обловить множество мест Только вот к вечеру фортуна от наших рыболовов почему-то отвернулась Даже на приманке счастливчика Дмитрия больше не клюнул ни один хищник Солнце начало садиться, а значит пришло время возвращаться на берег и подводить итоги Первый день нашей рыбалки на Припяти подошел к концу Я думаю, что это очень хороший результат Три щуки общим весом более пяти килограммов Действительно результат неплохой для одного рыболова Ну, у нас еще завтра день, поэтому я думаю, что мы все исправим Наверстаем, да? Наверстаем На завтрашний день большие надежды у Марата и Юлий Ведь они еще не открыли счет Да и Дмитрий надеется на увеличение своего улова А как пройдет вечер на берегу и какие секреты рыбалки на Припяти Расскажет хозяин усадьбы Солнечный берег Смотрите в следующем выпуске проекта «Получилища» Внимание! Розыгрыш! Хочешь получить этот спиннинг от компании Абибоки? Присоединяйся к нашей группе, участвуй в конкурсе И, может быть, именно с этой снастью ты отправишься на свою следующую рыбалку Редактор субтитров А.Семкин